Приветствую вас, друзья! Сегодня, в результате профессиональной и ювелирной работы украинских диверсантов, на территории временно оккупированного Крыма, возле города Джанкой, очередной склад боеприпасов-рашистов взлетел на воздух. Эпичные кадры еще с утра успели облететь весь интернет, поэтому утро для многих украинцев было по-настоящему добрым. Ох, ***! Сарат упал, блядь! Да? Да? Прямо перед машиной причем. Да ни хера не летает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для доставки бавовны на склады орков наши бойцы использовали беспилотники-камикадзе со взрывчаткой на борту. В 8 утра минубийство РФ сообщило о возгорании на площадке временного хранения боеприпасов и что в результате возгорания произошла их детенация. Однако позже они сообщили о том, что это все-таки была диверсия, в результате которой пострадал склад военного назначения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Значит, все поезда следующие из материка пассажирские, соответственно, останавливать во Владиславовке, пересаживать людей на автобусы. И до ближайших автостанций будет полностью организован развод людей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как мы видим, демилитаризация Крыма идет строго с утвержденным планом. Один за одним на воздух взлетают военные объекты оккупантов. И это будет продолжаться до того времени, пока последний расист не покинет Крым. Потому что Крым – это Украина, и расистам на нашей земле не место. А те, кто откажутся покинуть нашу землю добровольно, будут в ней закопаны. Вообще не хочу уезжать из Крыма, из-за ужты, как здесь классно. Привыкла, да? Я привыкла здесь, как в своем доме жить. Что касается жителей Крыма, проживающих возле военных объектов оккупантов, вам настоятельно рекомендуется временно перебраться жить подальше от этих объектов ради вашей же безопасности. Потому что все это кодло оккупантов будет выжжено с нашей земли.